Новый день волонтеров начинается с входного фильтра. Каждому добровольцу измеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты. Маски и перчатки обязательны для выезда по адресам. В это время в штабе по помощи людям в ситуации распространения коронавируса идет обработка заявок. Здесь получают десятки звонков ежедневно. Каждый оформляется отдельно и появляется на доске. Список продуктов и лекарства. Именно такие просьбы поступают в центр чаще всего. Но бывают и необычные случаи. Самый большой заказ, который у нас такой был, для себя статистику ведем, это 30 килограмм. У нас, слава богу, ребята по двое ходят в основном. Но 30 килограмм – это самая большая такая была покупка у нас. Есть, конечно, когда звонят молодые люди. У нас была девушка, муж заболел, она беременна, и маленький ребенок дома попросил помочь. Мы, конечно, не отказываем, помогаем. На таких гораздо меньше звонят в основной категории. Это 65 плюс и старше. Все волонтеры штаба проходят специальное обучение. Инструктаж по технике безопасности и личной гигиене добровольцам рассказывают об особенностях оказания помощи психологической. Некоторых пенсионеров важно поддержать еще и словом. Точное число добровольцев в Оренбургском штабе назвать затрудняются. С каждым днем их число только растет. Нас очень сильно удивило то, что люди просто приезжают и говорят, что у меня есть машина, я могу поездить, я могу помочь повозить. Вот таких людей, таких экипажей у нас вчера было семь. Мне кажется, это вообще здорово. На нас произвело такое впечатление. Причем люди как-то сами узнают о том, что вот такая работа есть. Говорят, у меня есть время, почему бы и нет. В что поступает новая заявка? Вместе с волонтерами отправляемся по указанному адресу. Пенсионерка из областного центра просит оплатить коммунальные услуги и кредит. Добровольцы отправляются в банки, после возвращают женщине все документы. Людмила Васильевна говорит, не сомневалась, что молодые люди ее не обманут. Мы же должны жить на доверие. Мы должны жить, мы же люди. Но не все встречают участников акции так радушно. Бывали случаи, когда добровольцам боялись открыть дверь. Таким недоверчивым оренбуржцам объясняют, как отличить мошенника от волонтера и подтвердить личность последнего. Каждая из них регистрируется в единой системе и получает индивидуальный код. У нас есть вот такие бейджики с нашим ID, которые могут проверить по номеру, который указан ниже на бейджике. Они это все проверяют и доверие у них есть. Андрей Абуталипов участвует в проекте «Мы вместе» с первого дня его запуска. За это время парень объехал десятки различных адресов. В списке только на этот день больше пяти заявок. Помочь каждому и увидеть искреннюю радость. Молодой человек говорит, для каждого волонтера важно, чтобы недоверие вначале переросло в веру в бескорыстную помощь. Помощь, которую добровольцы сейчас оказывают по всей стране. Анастасия Сенченкова, Владислав Грубанов. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова